Всем большой привет! И сегодня у нас будет видео Get Ready With Me, и я хочу вам показать, как из такого чуда сделать такое. Мои последние видео были больше в каком-то романтическом и нежном стиле. Это были романтические образы, какие-то нежные макияжи, и мне как-то это все поднадоело. Все-таки я не могу все время оставаться романтичной и нежной и так далее, и поэтому я сегодня хочу накраситься поярче и показать вам этот лук. Вдохновил меня на это все инстаграм, и если там вы зарегистрированы, то я думаю, вы знаете, о чем идет речь. Там все время плавают и летают какие-то тренды на макияж, какие-то тренды на прически, и насмотревшись всего этого, я решила воссоздать или создать что-то наподобие. Итак, если вы хотите увидеть мое перевоплощение, то оставайтесь на связи. Ну и первым делом я начинаю свой макияж с базы под тональную основу. Эта база у меня от Миша под названием BB Booma. Кстати, сегодня не будет закадрового голоса. Решила пообщаться с вами вживую, так сказать. Далее зеленым корректором я скрываю какие-то свои покраснения. Это пятна от прыщей. У меня сейчас на данный момент никаких прыщиков нет, но эти пятна... А далее я приступаю уже к тональной основе. Ее, кстати, я показывала в своих фаворитах весны. Жидкая тональная основа от Миша. И буду наносить ее влажным спонжиком. Кому-то может показаться, что она желтоватая, но на самом деле лицо у меня светлее шеи и тела в целом. И эта тональная основа хорошо пристраивается к цвету, к тону кожи. Консилер я пока не наношу, потому что буду его использовать уже после того, как сделаю макияж глаз. А теперь я уже приступаю к бровям. Кстати, отдельное видео про брови у меня также есть на канале. Ссылочку... Все ссылочки могу оставить внизу. И помадкой Анастасия Беверли Хиллс в оттенке Таупе начинаю заполнять свои брови. Кстати, в большинстве макияжев в инстаграме вы можете встретить четкие, ярко выраженные брови. Но я их заполняю так, как я заполняю их всегда. Итак, брови мы обозначили. Теперь я приступаю уже к глазам. И начинаю наносить базу под тени. Это у меня тени от Maybelline Color Tattoo 24 часов. Мне, кстати, кто-то из вас посоветовал использовать эти тени в качестве основы, как бюджетный вариант MAC Soft Oka. И знаете, просто супер вещь. Спасибо вам большое. Сегодня я буду использовать палетку LOREC PRO. И первый оттеночек из этой палетки я буду брать под названием Taupe. Я его уже здесь протерла до дыр. Такой коричневый оттеночек. И наношу его в складку LORECA. А теперь я нанесу оттеночек Sable. Это третий оттенок справа в этой палетке. Это уже более такой темный коричневый оттенок. И с ним нужно, конечно же, работать аккуратненько. Наношу оттенок Taupe на нижнее веко. Растушевочной пушистой кистью я беру оттенок MOUF. Он имеет такую розовую дымку. Розовую дымку. Ну, в общем, пыльная роза это какая-то. И это четвертый оттенок справа. И буду его наносить совсем легонечко поверх складки века. Появляются уже глаза панды. Под бровь и во внутренний уголок глаза я нанесу оттенок NUTE. 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 На подвижное веко я ничего наносить не буду. Мне уже нравится сейчас вот этот эффект дымки. И я приступаю уже теперь к стрелочкам. Использую я подводку, гелевую подводку от MAC Black Track. И скошенной кистью приступаю рисовать. Теперь я подвела себе глаза. И зачастую в инстаграмных макияжах встречаются просто ярко выраженные стрелочки. Очень, кстати, аккуратные и красивые. Но все же они ярко выраженные. Я как бы нарисовала себе стрелки, которые я рисую всегда. Если делаю себе яркий макияж. В принципе, без стрелочек у меня мало когда что обходится. И мы приступаем уже сейчас красить ресницы. Буду красить я только верхние. Я почему-то люблю красить только верхние. Не знаю почему. Не могу вам это объяснить толком. Кроме этого, я буду использовать еще и накладные реснички. Я их разрезала напополам. И они у меня будут как половинчатые. Взмах ресниц, конечно, крутой получается. И пока реснички у нас будут до конца приклеиваться и высыхать, я буду приступать к лицу. Так как я консилер еще не нанесла, то мы сейчас как раз займемся этим. Наношу побольше. Потому что буду растушевывать это все спонжем, бьюти-блендером. И этот бьюти-блендер проглатывает полпродукта. Итак, готово. И, девчонки, знаете, я не буду делать вот этот супер жесткий контуринг, который мы знаем с инстаграма, а также бейкинг, когда мы запекаем консилер вот таким вот слоем пудры, а потом ее смахиваем. Знаете, я один раз попробовала сделать это просто дома для эксперимента. И я думала, вот эти части у меня просто отвалятся. То есть я вообще не фанат и не сторонник такого дела. Может быть, кому-то и нравится, но чисто для фотошута какого-нибудь или что-то наподобие. Поэтому я буду в этом случае делать все как обычно, но все же макияж получается яркий. Просто фиксирую, как всегда, эту зону с консилером, чтобы он не скатывался. А теперь приступаю к контурированию лица. Я использую для этого MAC Harmony. от BR я буду использовать в качестве румян палетку от Zeva Nude Spectrum. И вот этот 0,40 оттеночек. Ну и, конечно же, хайлайтер. Без хайлайтера никуда. Как в инстаграме, так и у меня. Это у меня мой любимый Mary Lou Manizer от The Balm. Ну и мы подошли уже к самому интересному лично для меня. И это помада. Я буду использовать типичную для инстаграма помаду. Это жидкая матовая помада, яркая помада. Конечно же. И это у меня помада от Gerard Cosmetics под названием Invasion. И так, мы закончили с нашим макияжем. И мне кажется, он получился у нас даже не такой уж и плохой. И теперь приступаем к волосам. Избавляемся от этой непонятной дульки. И знаете, насмотревшись разные прически в инстаграме, я не могла пройти мимо полупучка. Этот полупучок знают уже все. Не все его любят. Но все же мне нравится такая прическа. И так как я хотела сделать что-то типичное для инстаграма и такое немножко дерзкое, игривое, то я решилась на такую прическу. Но сегодня мы будем делать ее не просто так, а я буду еще заплетать косы. Потому что, знаете, плетение у нас встречается абсолютно везде. И я решила в этот раз соединить такой дерзкий полупучок и эти плетения. Мне кажется, я где-то у кого-то видела у какой-то блогерши эту прическу. Итак, я сделала ровный пробор посередине головы, а теперь делю опять же это на части. То есть здесь я выделяю треугольник. А теперь из этого треугольника я начинаю плести французскую косу и подхватывать пряди под низ. Выделяем очень тоненькую прядь и начинаем плести. На самом деле это довольно такая кропотливая работа, но коса у нас получается все-таки не длинная, поэтому ее можно быстро заплести. У меня получилось! Закрепляю первую косу резиночкой. Теперь приступаем ко второй. Я наконец-то заплела эти две несчастные косы. На самом деле плетутся они довольно кропотливо. У меня руки устали, но все же, если постараться, все должно получиться. Ну и теперь у нас получились две вот эти косички, которые мы будем собирать в одну. А также ко всему этому мы будем подхватывать еще немного волос с затылка. Не самого затылка, тут с макушки, переходя в затылок, чтобы из этого образовать пучок. Собираем все в один хвост и закручиваем в пучок. Его я закалываю шпильками. И вот так вот интересно у нас это все получается. То есть пучок не должен быть ровненький, аккуратненький. Как мы все знаем, пучки сейчас носят самые, что ни на есть, растрепанные. Поэтому если торчат еще какие-то волосинки, или прятки, не страшно. Ну и с остальными волосами, кто желает, может их оставить просто прямыми. Я же этого не желаю у себя, поэтому я хочу сейчас их еще завить. И буду использовать плойку с диаметром 32 мм. И делаю просто легкие локоны. И вот что у нас получается. Мне кажется, очень даже прикольный образ. И сейчас для полного счастья я хочу еще переодеться. Ну и вот он, конечный образ для инстаграма. Мне на самом деле понравилось поэкспериментировать и понравилось примерять его на себя. Почему бы и нет? Мне кажется, я бы в нем так сама походила. Ну и конечно же, макияж и прическа делают огромную разницу. По крайней мере у меня я без макияжа выгляжу совсем по-другому. И вы много раз могли уже наблюдать за этим. При помощи макияжа я так могу подчеркнуть свои достоинства. Это накрасть ресницы, подвести глазки и скрыть недостатки. Почему бы и нет? И я думаю, я не одна такая, поэтому я надеюсь, что вам понравилось это видео. Может быть, кому-то понравилась только прическа, а кому-то только макияж. Пишите об этом в комментариях и поддержите меня пальчиками вверх, если вам действительно понравилось это видео, чтобы я знала, что не зря здесь проводила такой эксперимент и заламывала руки плетя эти косы. Но все же это было весело. Итак, на этом у меня все. Мы увидимся с вами в следующих видео. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok